Дорожники Как отмечают в МПУ ЖКХ, техника и люди в основном работают в темное время суток. Только за эту ночь на полигон вывезли более тысячи кубометров снега. На улицах трудились более пятидесятков тракторов и грейдеров. Помощь оказывает предприятие ПНТЗ. Привлекают также дополнительные машины. Что касается автобусных и гостевых маршрутов, снег, где были заужения, мы его вывезли. Вчера мы закончили работы на основных участках по 8 микрорайоне. Переключаемся в соцгород. Это уже у нас где школы. Такие автобусные маршруты. Продолжаем вывоз снега и будем работать в том же режиме. Всего с начала года с улиц вывезли около 30 тысяч кубических метров снега. И останавливаться не собираются. Параллельно техника трудится и на центральных улицах, и на поселковых. Сегодня мы работаем на труд поселки. У нас работает Т-150 большой бульдозер. Работаем в Шейтанке. Грейдер 120 работает на Красных партизанах, на улице Зеленой. И в ежедневном режиме у нас по поселкам работает вот так вот две теницы техники. Плюс трактора на поддержку, на расчистку заездов МТЗ. Продолжаем работать. Масштаб проводимых работ оценили гости города. Видно, видно. Видно, работают, трудятся, скажем. Никого не погодят там или какие-то еще там не пугают, не отстраняют. Я говорю, по сравнению с моим городом, откуда приехал в гости, не поездим. О хорошем качестве уборки городских улиц говорят и народные избранники. Дороги очищены. Я вижу то, что наше управление ЖКХ действительно бросило все силы для того, чтобы привести их в порядок. Там, где основные магистрали, практически нет ни наледей, ни снега, нет накатов. То есть они в удовлетворительном состоянии. Между тем, в первоуральских дворах картина не так радует. Там управляющие компании убирают снег не так тщательно, как хотелось бы. Снежные кучи продолжают расти и перед магазинами. Немногие владельцы торговых точек наводят порядок на прилегающей территории по всем правилам благоустройства. А ведь они приписывают не складировать снег у обочин, а вывозить его в специализированные места. Юлия Томильна, Александр Захаров. Хроника дня.